Среди современных политических философов, имеется в виду современных политических философов, политических теоретиков XX века, те, которые были наиболее активны в XX веке и сыграли большую роль в развитии политической науки и шире политической философии, Лео Штраус занимает особое место. Вряд ли кто-либо еще другой из философов, Лео Штрауса, в принципе, можно назвать не только историком политической философии, как он себя позиционировал, но и, несомненно, политическим философом как таковым. Так вот, он занимает особое место, и вот почему. Потому что, среди прочих, он выделяется тем, что он оказал существенное влияние на формирование реальной политической повестки начала XXI века. Грубо говоря, спустя ровно 30 лет после своей смерти, умер он в 1973 году. В 2003 году о нем заговорили все журналисты, все публицисты, и в течение еще где-то лет семи. Его имя мелькало в периодических изданиях, и его творчество, его политической мыслью стали посвящать статьи, книги и целые издания, периодическую литературу, подборки, статей и прочее. А почему? Что случилось? Дело в том, что Лео Штраус, вообще он родился в Германии, был иудеем еврейского происхождения, и ему пришлось в свое время эмигрировать из Германии сначала в Англию, где он не задержался наднодолго, а затем в Соединенные Штаты, где он и осел. Поэтому можем его называть немецко-американским политическим философом еврейского происхождения. И он занимался различными вещами. Всю свою жизнь, главным образом, он посвящал тому, что исследовал тексты известных политических философов, как он их называл, «великих мыслителей» или просто «великих грейтс». И, соответственно, большинство книг он посвятил Гоббсу, Локу, хотя про Локу нет книги, есть книга про Гоббса, одна из первых в Спинозе. Но больше всего он уделял внимание Платону, так как он считал его систему взглядов наиболее приемлемой, подходящей и работающей, и считал, что именно Платон, а не кто-либо другой, высказал истину. И некоторым другим философам, в частности, Ксенофонту, например, который, как и Платон, был учеником Сократа. Так вот, Лео Штраус писал, главным образом, тексты по политической философии. По истории политической философии всегда говорил, что именно он историк политической философии. Но почему-то его стали считать тем человеком, который повлиял на так называемый неоконсерватизм, идеологию неоконсерватизма и неоконсервативную политику, собственно говоря, которая сказалась на том, что в 2003 году, в марте 2003 года, Соединенные Штаты объявили войну Ираку и напали. То есть, как бы, обвинили в этом Лео Штрауса. Всех собак повесили на него. Что произошло? Почему так? Дело в том, что у Лео Штрауса, в отличие от некоторых других, а может быть, даже фактически всех политических философов, было огромное количество учеников, которые часто воспринимали его учения буквально. И многие его ученики, может быть, Лео Штраус в меньшей степени, они рекомендовали своим ученикам идти в активную политическую жизнь, стать частью политического эстеблишмента, и, соответственно, попытаться привносить ту истину, которую попытался преподать своим коллегам-ученикам Лео Штрауса. Что же это было за истина? Ну, с одной стороны, это ключевые идеи философии Платона, о том, что есть абсолютная истина, она вечна, она неизменна, она не зависит ни от каких географических регионов, от истории. Она была 2000 лет назад, и она есть сегодня. То есть, грубо говоря, если свобода и это истина, тогда честные Соединенные Штаты должны были подарить несчастному Ираку свободу и ценности демократии американской. Что они попытались сделать? Это, с одной стороны. С другой стороны, Лео Штраус во многом сам виноват в том, что о нем ходило огромное количество слухов и басен. Почему? Потому что в начале 40-х годов он написал текст, который назывался «Преследование и искусство письма», которое впоследствии стало книгой с одноименным названием, куда вошли еще несколько других статей, которые он писал примерно на ту же тему. Несмотря на то, что эта статья, которая стала впоследствии книгой, она имеет существенное значение для политической жизни и для истории политической философии как таковой, в отличие от многих других книг Штрауса. Что он такого не сказал? Сказал он примерно следующее, что существует на самом деле два типа письма и, соответственно, два типа чтения. Первый тип письма – это экзотерический, когда философы, великие умы, высказывались по тому или иному вопросу явно для всех. То есть это было учение для всех, кто хочет читать. Это не обязательно вдумчивый читатель, а если он недумчивый, значит, скорее всего, невнимательный. И второй тип письма совершенно особый – это экзотерическое письмо, это так называемый экзотеризм, когда философы, помимо того, что они пишут для всех, они еще пишут для части людей, для которых и ориентировано это тайное послание, которое содержится в тексте. К сожалению, это сильно походит на теорию конспирологии, которая развита в Соединенных Штатах в последние как минимум 60 лет. Но, тем не менее, и, соответственно, из этого тоже попытались сделать некий заговор. Но Лео Штраус не имел ничего такого, что связано с нынешними теориями заговора довольно популярно. Итак, зачем это нужно и почему философы это делают? Ведь же можно написать книгу, которую прочитают те, кому нужно, и ничего от этого не будет. Лео Штраус настаивает, что во все периоды истории человечества, даже в самые либеральные периоды существовала опасность философам высказывать на самом деле то, что они думают, безотносительно. И преследование со стороны государства или даже общества могло быть совершенно разным. Самое суровое, как испанская инквизиция, или самое мягкое, просто социальный бойкот. И Лео Штраус фактически пытается сказать, что, например, в сложной политической ситуации, когда то, что ты думаешь, нельзя говорить ясно, нужно говорить тайно. Именно для тех людей, для кого это ориентировано. Впоследствии Лео Штраус попытался отойти от этого. Это был просто некий элемент, идея для того, чтобы его молодые ученики, последователи или вдумчивые читатели, на которых он ориентировался, смогли прочитать это. В конце статьи он, между прочим, пишет, что мы явно пишем это не для простых людей, то есть не для тех, кто читает поверхностные или не читает великие тексты вообще. И мы не пишем это для философов, потому что у философов уже есть определенная система взглядов. Некоторые из них, может быть, если не знают, уже приблизились к познанию истины. То для кого же мы пишем? Мы пишем для молодых людей, которые имеют возможность стать философами. И, соответственно, это тайное послание, которое содержится в текстах, которое, к сожалению, нельзя очень часто писать в той или иной политической ситуации, даже в демократической. Это послание должно их вывести на то, чтобы они как раз-таки превратились в философы. Между прочим, если отклоняться от темы, но по делу, Слава Жижек в книге «Рак. История. Прочайник» обращается к этому тексту Лео Штрауса и пишет, что очень похожая ситуация была в Советском Союзе, когда авторы вынуждены были писать какие-то важные дельные вещи и это сопровождать огромными цитатами из текстов Маркса, Энгельса, ссылками на Ленина и так далее и тому подобное. Проблема, однако, заключается в том, что это, на самом деле, глубже. То, о чем приводит пример Жижек, не то же самое, что имеет в виду Штраус, потому что истина, политическая истина, в том числе выраженная эзотерическим языком, она совершенно не для всех. В этом тексте фактически есть только метод или некая идея, посылка, что в каких-то текстах могут содержаться важные политические идеи. И многие ученики Лео Штрауса и ученики его учеников поняли, что, вероятно, в текстах обыкновенного скромного политического, историко-политической философии, политической мысли может содержаться та самая тайна, и попытались ее искать. Есть, кстати, два вида последователей Лео Штрауса. Первый – это штраусианцы, те, которые считают, что Лео Штраус знал истину, и пытаются ее привнести, иногда ее называть сектой, привнести эту истину в политическую жизнь. Собственно говоря, часто их именно обвиняют в нападении на Ирак. А с другой стороны, это просто люди, а исследователи, которые занимаются в Академии тем, что принимают метод чтения текстов, метод интерпретации текстов Лео Штрауса всерьез. Таким образом, они не говорят и не считают, что у него была какая-то политическая идеология. Многие его последователи ругались, когда Лео Штрауса кто-то пытается назвать консерватором или неоконсерватором. Сам Лео Штраус всегда пытался избежать различных измов, там, национализмов, консерватизмов, либерализмов и прочее. Хотя писал на эту тему. И так или иначе, где-то в 80-х годах появилась исследовательница Шадия Друри, которая не была штраусянкой, но которая обратила внимание, что в текстах Лео Штрауса содержится его политическое учение. Она пытается его рассмотреть не как историко-политической мысли, а как политического философа, который пропагандирует некую истину. Учит благородной лжи – это еще один из его терминов, который он часто употребляет. Или благородной правде. Но эта ложь, она все-таки является благородной. Многие, как говорит Лео Штраус, даже бы ее не воспринимали как именно благородную ложь, а как некие обстоятельства, которые просто-напросто необходимо учитывать в обществе. И, наконец, она написала несколько книг. Первый из них и самая известная – «Политический идея Лео Штрауса». И когда его ученики спустя чуть меньше, чем 20 лет, как бы объявили о том, что они учились у него и приносят в политическую жизнь некую истину, Лео Шадия Друри, который писал о нем книги, сделала карьеру. Выдающегося мыслителя, который разоблачил заговор Лео Штрауса за 20 лет до того, как произошло несчастье в Ираке. Таким образом, Лео Штраус виноват в том, что его сегодня обвиняют. Обвиняют, естественно, это громкое слово в том, что он повлиял на политическую жизнь или не виноват. Это вопрос не такой важный. Важно то, что многие исследователи, писатели, практические политики и политологи, они прочитали Лео Штрауса, и политический философ, в отличие от многих других, оказал существенное влияние на политическую жизнь, благодаря некоторым с вами действительно интересным идеям, методам интерпретации текстов классической философии. И вот это очень важно, и это, наверное, делает Лео Штрауса таким интересным и привлекательным сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok